Всем привет! В этом видео мы поговорим о том, что лучше не делать в карточках товаров. Подписчик канала Александр спрашивает, что в карточке такого товара лучше не делать? Например, нежелательно писать, нет наличия или что-то подобное. Насколько я помню этот вопрос к видео про пропавшие товары, то есть товары, которых уже нет в наличии, что не нужно делать? Во-первых, не нужно удалять цену, то есть последнюю цену всегда старайтесь оставлять в карточках. И просто укажите, ну или просто ее оставьте, как есть, если готовы потом с возражениями работать, что что-то у вас цена неактуальная. Либо делайте приписку «последняя цена». Типа сейчас на складе его там, ну сейчас нет в наличии, но вот последняя цена. Дальше, насчет «нет в наличии», если у вас есть возможность, ну такая бизнесовая возможность согласования со всеми интересантами, со всеми владельцами, то лучше не писать, что он не в наличии, а лучше, ну как-то юлить с тем, что, ну типа под заказ, либо, ну если вы знаете, что у вас на складе нету, но есть у поставщика за 3-9 демель, то вы понимаете, что он вам доставит там через месяц этот товар. Вы так и пишете, что, ну вообще ничего не пишете про наличие, ну или пишете, что есть в наличии доставка там через 30 дней. И это абсолютно нормально, даже если вы наврете в этих сроках, ну просто уже потом при разговоре с клиентом говорите, ну вот там не 30, а 45 на самом деле. И в общем в этом ничего такого суперкриминального нет, но главное, что потом при разговоре с клиентом, до того, как вам вам платят, ну дать реальный расклад. Вот, то есть, короче, по максимуму старайтесь не палиться, что там этого в наличии нет. Что еще, что еще не делать? Ну если он, вы думаете, что, ну я, в принципе, говорил уже в прошлом видео, что если он еще, скорее всего, появится этот товар, то пока не удалять, если он, скорее всего, уже помер окончательно, то либо перенаправить на новый адрес, на наиболее похожий товар, более молодой, то есть, который вы недавно только выложили, таким образом подклеиваются часть факторов, но наиболее похожий на него, на старый товар. Особенно, если были ссылки какие-то на эту страничку, либо она имела какие-то позиции. Вот. В ряде случаев можно на этот же адрес выложить, если прям суперпохожий товар, прям на этот же URL выложить новый товар, и он, скорее всего, будет ранжироваться сильно лучше, чем если бы это было на другой страничке. Вот, собственно, и все. А все остальное, все, что касается к обычным карточкам товара. Фотографии большие, лучше несколько качественные характеристики максимально детально расписанные, какой-то минимальный, можно генерированный текстик желательный, и грамотная, рекомендательная система внизу. То есть, с этим товаром часто покупают похожие товары и так далее. Вот, в общем-то, и все. Ну, и понятно, что, как у любых страниц сайта, оптимизированы. Там, тайтл в шапке в подвале сайта, неиспользование важных тегов, там, типа, h1 и прочее. То есть, все, что остальное касается всего продвижения, все это нужно. Ну, коммерческие факторы, то же самое, ссылки где-то в меню, там, на оплата-доставка, контакты, корзина, кнопка, обязательно экшн-кнопка какая-то должна оставаться, даже если у нее нет в наличии. Да, кстати, это важный момент. Если нет в наличии, вы оставили цену, и у вас обязательно должна быть экшн-кнопка. Либо, если вы притворяете, что он в наличии, но просто будет нескоро, то указываете, что, ну, прям просто кнопку купить и все, ну, или там, положить в корзину. А вот если вы пишете, что он, типа, под заказ, то обязательно экшн-кнопка, типа, сообщить о поступлении. Ну, либо, там, заказать под заказ, типа, того. То есть, любая, ну, какая-то экшн-кнопка, связанная с покупкой, должна быть. Вроде все. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы в комментариях, приходите на серию бесплатных мастер-классов по самостоятельному продвижению, ссылка на них в описании. И напоминаю, что ссылка на телеграм-каналы оба-два и на группу ВКонтакте под каждым видео. Если вдруг туда еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, потому что, возможно, YouTube скоро заблочится. На этом все. Пока-пока.